Чудеса с пропиской. Загадочная история произошла в одном из бараков сортировки. Хозяйки двух квартир случайно обнаружили целые семьи посторонних людей, прописанных на их квадратных метрах. Женщины через цион выписывали чужаков, но те таинственным образом появлялись вновь. Но самым выпиющим стало то, что одну из владелец саму выписали из ее же квартиры. Что за странности происходят в Краганде, выясняла Людмила Батюшкина. Мать и дочь Надежда и Галина Клеин уже лет 50 живут в соседних квартирах в одном бараке по улице 711, километр 3. Но тому, что происходит в последнее время, не могут найти объяснение. Случайно в ЦОНЕ обнаружили, что в их квартирах прописано у одной шесть, у другой восемь соседей. Сядут всей кучей. Я как глянул, там чуть помырок не упало. Этот парень, который там на клавиатуре сидит, он говорит, ничего себе. Это что, не ваши родственники? Я говорю, нет. А как они прописались? Я говорю, я бы у вас спросила, как они прописались. Мать и дочь неоднократно выписывали соседей, но через несколько дней те таинственно возвращались вновь. Мало того, в итоге Галина вместе с семьей оказалась вообще выписанной из собственной квартиры. С соседями отношения неприязненные. Те, как уверяют мать и дочь, насмехались и угрожали оставить их без жилья. Это просто афера, я не понимаю, это вообще дурдом. Понимаете? В итоге у вас что с вами сейчас получилось? В итоге сначала... Переселили в другую квартиру. Да, квартиру. А теперь вообще заблокировали, брали с компьютера вообще, я нигде не живу. Прописки нет. Вообще прописки нет. Женщины Клейн уже обращались и в полицию, и в прокуратуру, но всюду получали отказ. Как пояснили в миграционной службе, и у Клейн, и у соседей на руках документы на жилье с одним и тем же адресом. Дело в том, что при приватизации ведомственных бараков произошла путаница с адресами. Квартиры считали то слева направо, то справа налево. Это две соседние разные квартиры. Но им сделали номер один и тот же, и им присвоено один и тот же регистрационный код адреса. Поэтому по сказке, получается, они как бы обе делятся одной и той же квартирой. Поэтому сначала одна хозяйка жилья приходила в ЦОН и выписывала соседей, прописывала свою семью, то другая. Формально обе правы. В отделе земельных отношений архитектуры и градостроительства пояснили, что проблемы появились после слияния государственных баз данных. Проблему обещают решить в ближайшее время. В данной ситуации, в принципе, только с выездом на место надо будет решать вопросы. И вот. Ну, таких в городе. Вот изначально, с начала года 35 тысяч человек у нас выходят с данной, с такой проблемой. Ну, столкнулись с такой проблемой. На сегодня осталось уточнить около двух тысяч адресов по Караганде. В большинстве случаев это или снесенное жилье, или дублирующаяся нумерация. Как уверяют чиновники, владельцам это не грозит ни заменой большого числа документов, ни потерей своей недвижимости. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Равиль Валеев, 5 канал.